Детская информационная служба Гора Новостей На календаре 5 июня Завтра у Пушкина день рождения Ему исполняется 225 лет К этому событию пройдут торжественные мероприятия Например, в библиотеках и подросткового клуба Стоится чтение его стихов А если вы собираетесь тоже где-то участвовать Или знаете новость, о которой должна взять вся республика То звоните к нам в эфир Наш телефон 2925986 А пока еще немного свежих новостей Более 5 миллионов ребят отдохнут этим летом в детских лагерях Да, некоторые наши ведущие уже там А мы здесь за них одуваемся Шутка, конечно, мы не против Всех их ждут увлекательные смены Новые знакомства со сверстниками Спортивные, развлекательные, просветительские и воспитательные мероприятия Проводите лето с пользой А мы пока посмотрим сюжет о том, как прошел Арт Курултай Дети Наши коллеги там потрудились на славу Добро пожаловать на Арт Курултай Этот форум-площадка по воплощению гениальных идей В главном концертном зале Башкортостана проходит четвертый культурный форум Арт Курултай Дети Приуроченный к Международному дню защиты детей Участие в нем приняли более 500 самых талантливых и одаренных ребят Башкортостана Победителей и призеров конкурсов различных уровней Учащихся детских, музыкальных, хореографических и художественных школ, колледжей, ну и так далее Меня зовут Мельникова Анастасия Я родом из города Уфы Приехала из ДМШ-13 Меня на эту викторину позвала директриса нашей школы Вместе с моей подругой, такой же ученицей Выбрали именно нас, так как мы больше всех старались в нашей музыкальной школе И нас отправили отстаивать ее честь Я презентую проект Арт Квиз Я буду участвовать в этой викторине, отстаивая честь своей школы Тут много всего интересного, то, что приобрещено к культуре На пленарном заседании работают мои коллеги Реваль и Назгуль Вместе с министром культуры Аминой Ивнеевной Шафиковой И председателем фонда территория женского счастья Карине Владимировной Хабировой Обсуждают важные вопросы для подростков И я тоже в этот день пообщался с крутыми ребятами На пленарном заседании талантливые ребята презентуют свои проекты Все они посвящены году семьи Оказаться здесь это большая честь Быть в числе этих ребят большое достижение Все они проявили себя в сфере культуры Вот и состоялся диалог поколений А к чему он привел, покажет время Ведь все придуманные идеи станут рабочими проектами На все про все год Оскар Николаев, Рамшан Артыков Специально для Горы новостей А мы продолжаем далее наш информационный подъем И, Оскар, спасибо тебе за что Ну, это моя работа Тем более, что новостей просто завал Орлята России гимназии номер 39 вернулись со смены стружества Орлят России Гимназисты приняли участие на региональном этапе Где одержали безоговорочную победу И только лишь после испытали себя на федеральном уровне На протяжении двух этапов конкурса Ребята продемонстрировали не только свои знания и навыки Но и сполоченность команды Умение работать в коллективе и решать сложные задачи Смена завершилась в торжественной церемонии Где каждый орленок получил подарки Грамоты за активное участие в программе А педагоги сертификаты, подтверждающие повышение квалификации Отрадно, что наши орляты с гимназией номер 39 Стали победителями в игре дипломатии А наставника Орлят уже ждут в лагере в качестве вожатого Круто! А мы продолжаем дальше делиться новостями Определены победители регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры Победа В мероприятии приняли участие 12 команд Из муниципальных образований Республики Башкортостан Поздравляем заслуженные победы команды Первое место команда Русь Уфимский район, село Булгаково Второе место команда Патриот России Средняя общеобразовательная школа Федоровский район, село Бала-Четерман И третье место команда Гефест, город Кументау Поздравляем лучших! Команда, занявшая первое место Представит нашу республику в финале игры Который пройдет с 28 июня По 7 июля 2024 года На территории Центрального военно-патриотического Парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ Патриот И общевойскового полигона Московского военного округа Алабина Будем за них болеть и пожелаем новых побед И свершений! А прямо сейчас посмотрим сюжет о других соревнованиях И на этот раз спортивных! Сколько талантливых людей живет у нас в Башкортостане А детей? Их просто не счесть! Или же попытаемся? Созвездие талантов — это конкурс для детей и молодежи С ограниченными возможностями здоровья Которые хотят проявить себя Конкурс проводится уже 13-й раз Он охватывает около 300 ребят из городов и районов республики Его участниками стали ребята с 5 лет до 21 года Дети приняли участие в таких направлениях Как вокальное исполнение Музыкально-исполнительское искусство Танцевальное искусство Жестовое пение Оригинальный жанр Художественное чтение Взрослый плюс ребенок Дизайн и изготовление одежды для ребенка С ограниченными возможностями здоровья В этом году в конкурсе Помимо детей с ОВЗ Принимают участие дети из многодетных семей Дети-сироты и дети погибших участников СВО Также была введена новая номинация Образование и наука Сегодня праздник 1 июня День защиты детей А от чего нужно защищать детей? Здравствуйте Во-первых, поздравляю вас с этим праздником Защищать детей Наверное Хотелось бы, чтобы их ничего не нужно было защищать А нужно защищать их эмоции Их настроение Их счастливое детство Какие пожелания вы бы сказали нам, детям? Знаете, я хотела бы пожелать вам Чтобы вы жили смело Мечтали смело И жили с любовью в сердце Организаторами конкурса являются Совет матерей «Материнское сердце» Государственная филармония имени Хусейна Ахметова Ребилитационный центр для детей и молодежи С ограниченными возможностями здоровья И Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Уфимский городской дворец детского творчества имени Комарова Почему ты решил поучаствовать в этом конкурсе? Потому что у меня получается хорошо петь эту песню Но я вообще хорошо пою И я думал, что я достигну высоты И я ее достиг Какую песню ты исполнил? Я исполнил песню «Крылатые качели» Ну, эта песня, она... Почему я исполнил именно ее? Потому что она старинная Она появилась, когда все были детьми И она для всех, так сказать, близко к сердцу И поэтому я решил спеть именно эту песню Я выделяю благодарность педагогу Мухове Лидии Владимировне За то, что она подобрала для меня эту песню Ведь я с ней достиг высот Спасибо родителям, что они меня отдали в эту школу Где был такой замечательный преподаватель И спасибо организаторам конкурса За то, что они создали такой прекрасный конкурс Конкурс проводится в четыре этапа С начала января до июня 2024 года Первая — прием заявок Вторая — отборочный тур Третья — основной конкурс И четвертая — гала-концерт, в котором награждают победителей Дети, которые выиграли гран-при И дети, занявшие первые и вторые места В творческих номинациях Получают сертификаты на сумму от 20 до 70 тысяч рублей Обладателем гран-при конкурса Стала восьмилетняя Милана Рыбалкин Выступающая в жанре жестового пения Поздравляем победителей А полную версию гала-концерта Мы совсем скоро увидим на телеканалах БСТ и Тамыр Валерия Давлятова-Григорова Эдуард Гайнадов Специально для Горы новостей Лера, благодарим! Мы весь год следили за успехами ребят Пришли зональные этапы межрегионального конкурса юносказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-Батыр» По традиции в конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных общеобразовательных организаций, обучающиеся первых одиннадцатых классов общеобразовательных организаций, фольклорные коллективы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования Республики Башкортостан Всего в зональном этапе конкурса приняли участие 119 сольных исполнителей и 47 фольклорных коллективов Победители и призеры зональных этапов будут принимать участие в межрегиональном этапе конкурса, который состоится с 24 по 26 июня 2024 года в Уфе Будем пристально следить за успехами А прямо сейчас посмотрим сюжет про спектакль по всем известному эпосу В театре гугл премьера спектакль по мотивам башкирского эпоса Акбузат Теперь эпос будет интересен и понятен абсолютно всем Творческая группа театра подготовила современное почтение всеми известного народного эпоса Владыка подводного мира и Масимхан, главные злодеи постановки озера заколдованного коня, не могут поделить власть Тот самый Скакун Акбузат – это крылатый конь, который несет людям счастье По сюжету он оказывается в руках у злых сил в подводном царстве И чтобы вернуть его на землю, главному герою спектакля Ватыру Хаумбану предстоит пройти нелегкий путь Мы видим, как главный герой из любопытного мальчика превращается в храброго Батыра На его пути будет много приключений Эпос Акбузат является логическим продолжением Урал-Батыра В основе сюжета – борьба главного героя Хаумбана за счастье людей и стремление к тому, чтобы восторжествовала справедливость Впервые на сцене Башкирского театра кукол спектакль «Озеро заколдованного коня» был поставлен в 1986 году В новой постановке произведение переработано на современный лад Зритель переносится в 3025 год Авторы постановки постарались максимально емко изложить историю, которая из поколения в поколение передавалась по Башкирской земле Алина Кудаярова, Рамазан Мусин, специально для горовных новостей Алина, спасибо тебе большое! На этом, к сожалению, все С новостями и событиями дня тебя знакомили Ульяна Элистанова и Оскар Николаев Ну смотри нас каждый день и будьте на вершине событий! Пока-пока!